И вот у меня вот такое, ну, интересное предложение по борьбе с коррупцией. Надо, мне кажется, было бы неплохо продвигать идею внедрения полиграфа в высшие органы власти, чтобы проверять тех же депутатов, чиновников, губернаторов на детекторе лжи именно на предмет коррупции. Вот как вы на это смотрите? Как вот эту идею осуществить? И вообще, возможно, вы бы прошли тест? Ну, я сейчас все должен, я сейчас... Знаешь, уважаемый эксперт-полиграфолог, я не сложно формулирую, но я вам скажу одну простую историю. Это как в этом, в Яралаше. Дети, что такое скромность? Ну, это вот это, вот это. Что такое скромность? Кто из вас скромный? Я, я, я. Ну, внедрять детектор, ну, может быть, и верно. Посмотрите, что мы сделали сегодня. Мы декларируем уже не только свои траты, мы декларируем доходы, мы декларируем расходы. Мы отказались от любых сложных, организованных форм собственности зарублений. Притом, что это касается всех категорий чиновников, от А до Б. Как исполняется, тоже вопрос. Хотите применить полиграф? Да я не против на самом деле. А вот как осуществить эту идею? Приходите в розеточку раз, пальчики туда и вопросики, все. Я думаю, что мы к этому придем на самом деле. Это шальная, очень будораживающее восприятие большинства населения мысли. Она на самом деле не только в вашей голове, как у эксперта. Все считают, значит, сначала полиграф, потом обязательно стационарную дыбу при каждом госучреждении, чтобы пытать иголки под ногти, все. И все такое. Я не против. Я не против. Нормально. Я бы палачом пошел работать, например. Я бы ушел, отказался бы от выполнения депутатских полномочий, я бы пошел бы искателем правды. Искателем правды. В нашей истории, как это называлось? Плакальщик, да? Плакальщик же тот, кто в признании. Какие у вас есть предложения по борьбе с корруппой? Может, более эффективнее? У меня? Да. От высших органов власти. Самых высших. Ну, учитывая, что я в палате в Нижней, я могу сейчас на Сенат. Я могу на Сенат показать. Я скажу вам, о чем идет речь. Я советую всем почитать книжку Ли Куан Ю. Он ушел недавно. Создатель Сингапурского чуда. Это не рецепт, это не панацея. И для нас в том числе. Слова классика воруют. Ну, это тоже часть нашего самосостояния, так же, как и героизм. Только другая его сторона. Поэтому почитайте. Престиж службы не только в том, что у тебя машина с мигалкой и высоко поставленное кресло в кабинете. Престиж службы в том, что этим тем самым ты себя обеспечиваешь. То, что он там сделал, для меня, например, очень симпатично. Я понимаю, что и у нас это будет работать. Потому что люди уже к этому пришли. За нормальный соцпакет, за нормальные гарантии, за то, что это считается для населения и для государства. Не только награды. Но и тебя не терзает мысль, а что завтра? Унизительная пенсия. Поэтому законы ужесточаем реализацию, как и в любом другом направлении. О чем вы спросили, о чем мы все сидим и думаем. За нами. Выполнение закона за нами с вами.